Добро пожаловать на наш канал! На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. В вопросах разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Я могу привести примеры экспертов. При обеспечении расчетной скорости движения 350 км в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки, трасса Москва-Санкт-Петербург, работающая на струнном транспорте Юницкого, будет на 700-800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении. При себестоимости перевозок до 350 рублей на пассажира. А исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает их несущую способность ровность и долговечность покрытия, безопасность взлетки и посадки самолетов. Экономия только на одной такой взлетно-посадочной полосе, опять же, как говорят эксперты, составляет не менее 1 миллиарда рублей. Вот поэтому мы в Ульяновской области приняли решение и создали буквально на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигонами сертификационных и демонстрационных трасс. В перспективе мы будем строить в Ульяновске городскую трассу подвесного струнного транспорта Юницкого. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета, следующие пункты для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Включить вопрос о разработке и реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием федеральной целевой программы. Спасибо. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа чушь какую-то рассказывают. Ну, потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному, но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручения и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете и, так сказать, тогда всем все докажем. У нас, кстати, по струнному транспорту Юницкого есть стратегические партнеры. Мы, начиная со следующего года, начнем этим заниматься. По поводу этого струнного транспорта, о котором вы говорите, я не даром на это отозвался. Мне вот этот проект принесли лет 8 назад. Я просто помню его. Вот эта бумага начала ходить 8 лет назад. Я так понимаю, что за это время ничего не сделано. Значит, либо этот проект нереальный, либо действительно никто не хочет помогать. Дмитрий Анатольевич, совершенно верно, у вас есть ваше поручение еще, работая в правительстве. Но, к сожалению, так сказать, все написали о том, что очень интересный проект, жизненно необходимый, но это не принадлежит нашему ведомству. Это от Минтранса и от других агентств. Все так оттолкнулись технично. Ну ладно, понятно. Значит, будем продолжать работу. Очень интересное пару слов скажу о том, что вы увидели. Это был Госсовет по инновациям на транспорте. Это был конец 2009 года. Тогда мы получили награду «Золотую колесницу» от Министерства транспорта за лучший проект в области транспорта в 2009 году. На Госсовете выступал Морозов, это губернатор Ульяновской области. Он нас поддержал. И мы с ним договорились, что мы эту инновацию реализуем и построим центр продаж струнных технологий в Ульяновске. Там, где хорошо развита авиационная промышленность, здесь не использована мощность и так далее. И поэтому он этот вопрос вынес на Госсовет. А перед Госсоветом президент Медведев, он держал даже струнные рельсы в руках. И кто же спрашивал, а деньги найдете? До этого спросил, а чья-то разработка? Мы говорим, ну как, российская? Ну, этим гордиться нам. И когда пошел Госсовет, то там были все, ну, представлен весь транспорт, там Министерство транспорта было, там вице-премьеры, которые курируют транспорт, губернаторы. И все в один голос говорили, что в России нет инноваций на транспорте. И нужно покупать все за рубежом, причем очень дорого. Там и Матвиенко выступала, она тогда была губернатором в Санкт-Петербурге. Там и министр транспорта выступал, тогда был Левитин. Причем говорили, что скоростные дороги вообще, Россия страна уникальная, поэтому космороза, так кажется, бывает. Поэтому километр дороги скоростной не должен быть стоить, не может стоить меньше, чем 100 миллионов долларов, а то и евро. И поэтому, когда выступил Морозов и сказал, что есть инновация, кажется, на транспорте, и это российская разработка, и километр дороги может стоить скоростной не 100 миллионов евро, а 3 миллиона долларов, и скорость всегда уже будет выше, и безопасность выше, и эффективность, и себестоимость проезда снижается где-то в 10 раз, то и министр транспорта, и министр транспорта очень сильно улыбались, ухмылялись. Но вы слышали, что Морозов, я не знаю, это вошло в ролике, мне сказал, что 200 лет назад тоже ухмылялись, а потом, когда предлагали вместо дружевого транспорта, или дорожный транспорт, а потом кое-кто, кто ухмылялся и выкладывал даже эту отрасль. По результатам Госсовета было принято решение поддержать инновацию, было дано поручение министру транспорта найти миллиард рублей для строительства тестового участка по скоростному направлению в Ульяновске. Нас еще поддержал Совет Федерации, я там выступал с докладом в одном из комитетов, а Госсовет Федерации тоже обратился с письмом к Левитину, к министру транспорта, чтобы не пришли ряд рублей на строительство тестового полигона. Чем закончилось? Через неделю после Госсовета в Озерах высадился десант, человек 100 на военной форме. Десант не с воздуха, приехали на техники, подъемные краны, автомобили, грузовики, газорезки, другие оборудования. И наш полигон, который был построен в том числе за деньги «Лебедя» Александра Дмитриевича, губернатора Красноярского края, был распилен, уничтожен и за сутки он исчез из-за земли. Сотни металлоконструкции, натяжение там было на высоте путевой структуры 600 тонн. Анкерные опоры были построены, несущие колонны, это метровая труба с толщиной стенки 20 мм, внутри бетона. Все это распилили, оно исчезло. Вот так у нас поддерживают инновации. Поэтому мы сейчас решили это по-другому, вынесли инновацию за рубеж и полигон будем строить в Мирос.